Продолжаем честный обзор отелей Турции. У нас в гостях Алла Глыева, директор агентства горячих питьевых турбар. Я думаю, что вы это уже знаете, если постоянно смотрите наши рубрики «Честные обзоры». Алла вернулась из Турции. И следующий отель, который мы будем осматривать, это еще Анталийское побережье? Да, мы сегодня говорим только про Анталийское. У нас была еще две недели на Егейском побережье, поэтому следите за нашими эфирами. Что за отель, Алла? Так, мы сейчас говорим об отеле «Эйфория Палм-Бич» и вот почему. Находится она, ну такой вот маленький спорный вопрос. Иногда ее продают как отель в Сидеи, иногда как в Алане. На самом деле она вот просто на стыке, поэтому разные операторы показывают ее в разных регионах. И вот почему я хочу о ней сегодня рассказать? Ну, во-первых, я в ней жила. И несмотря на то, что мы перед этим жили в гостиницах очень высокого уровня, какого-то мега… Ну, понятно, контраст был, но я всегда, когда продаю, кстати, и говорю о каких-то отелях, и точно так же, когда в них живу, я четко понимаю, сколько что стоит и в каком-то сегменте. Эта гостиница выпадает минимальная бюджетная пятерка, если мы говорим все-таки про Сиде. Почему рекомендую? Во-первых, огромная зеленая территория. Вот просто, не знаю, по-моему, там около 200 тысяч квадратных метров. Она вся одинаковая. Коттеджная. Ну, одинаковая в плане, да, вот такие двухэтажные домики, все сделано вот по блокам, очень атмосферная, особенно если вы едете компанией. Нас, допустим, всю грубо поселили в один блок, и пока мы ждали… Потому что гостиница, кстати, полностью после реконструкции, пока мы ждали, пока запустят воду, циркуляцию и кондишены в нашем блоке. Милая такая зеленая, как бы терраса, не терраса, клумба внутри. Знаешь, ощущение такого, не знаю, район Мэлроуз. Просто все выходят, все соседи между собой разговаривают. Очень, правда, здорово. Все, договорились, пошли себе на пляж кушать еще куда-то. В общем, в любом случае, из минусов, наверное, единственный, который я найду, это маленький номер. Но что такое маленький номер, если вы привыкли к клубным отелям? Он полностью после ремонта, соответственно, ну, вряд ли вы найдете прям разбитую какую-то сантехнику, но кондишены may be, которые могут ломаться, потому что это сезон, неважно, новый, не новый, но у нас все все время работало. Полная реконструкция была проведена вот в конце 2018 года, закончена буквально сейчас перед нашим приездом. Что, собственно, еще? Хорошее питание. Вот на эту цифру, наверное, я сразу скажу про цифру. Середина июля, два взрослых плюс ребенок, 8 лет, неделя, 1319 евро. То есть это достаточно бюджетная пятерочка, если мы говорим о такой цене, потому что, ну, 1000-1500 евро, это минимальная такая, скажем, стоимость, на которую рассчитывает среднестатистическая семья с таким бюджетом. Опять-таки, проживание здесь второго ребенка, по-моему, будет фри, поэтому 2 плюс 2 будет в районе 1500 евро за семью. По-моему, прекрасное предложение. Так что же меня привело в восторг на эту цифру? Территория, я уже сказала, мне очень понравилось питание. Питание, честно скажу, порадовало. Очень широкий выбор еды. Обычно, ну, скажем так, в бюджетных, особенно клубных отелях, ну, нету такого акцента на еду. Мы попали в один из вечеров, жили там 3 дня на турецкий ужин. Вот прям все на любой вкус. И вкусно, и красиво, и радушие. Ну, вот просто прет в этом отеле, я не знаю, от входа на рецепшн до любого человека, который даже просто стоит не официант, потому что там персонал следит за тем, как что происходит. И это не только официанты, вот именно за работой ресторана. Поэтому прям вот приятно-приятно, правда, что люди смотрят за сервисом. Пару горок есть, где покататься вашим деткам. На территории, конечно, на такой большой территории несколько бассейнов. Есть точно так же релакс, есть с горками, есть активный, есть анимация, но не слишком навязчивая. И здесь, вот знаете, отдых такой, проподышать, наверное, вот для тех, у кого или дача далеко. Ну, вот там бабушка с дедушкой, или вот, в принципе, пока дачи нету, или в процессе. Вот просто коттедж, вкусная еда, красивая территория. Очень громко, ну, не то что громко, а очень слышно пение птиц. Вот ты просыпаешься, и птицы поют, входишь на улицу, аромат цветов. Ну, вот прям, ну, правда. Вторая дача. Да, вот серьезно, сейчас есть такое ощущение, что я рассказываю точно не про эйфорию Палм-Бич, да, а про какой-то такой нереальный отель. Но это просто шикарное сочетание цены и качества. И, я говорю, детям есть чем заняться, если они у вас не мега активные. Потому что, ну, есть дети, вот что я заметила, кстати, и по своему ребенку. И когда я привожу ее в детский клуб, когда мы отдыхаем, она у меня с удовольствием смотрит, когда что-то происходит, например, какая-то мини-дискотека, но она не всегда в этом участвует. То есть она с удовольствием пойдет делать какую-то пиццу, но прям мега там со всеми скакать она не будет. Поиграть себе в какую-то игру, да. То есть она сама себе при мне побегает, сама себе поплавает. Вот точно так же, ну, просто там поиграется с детками. Но не всем нужен вот такой вот прям, как обычно, да, это бывает в мини-клубах, очень активная детская анимация. Кто бы сомневался, как обычно, звонок в эфире. Вот, поэтому, если подытожить, большая территория, зеленая, с птичками, маленькие уютные номера с балкончиками или с террасой обязательно. То есть есть куда выйти. Да, везде телевизор, фен, все, в принципе, все внутри, как везде. Отличное питание, как на такую стоимость, так, в принципе, я была удивлена. Пологий хороший вход в море, широкая полоса пляжа. Ну, я бы сказала, что за такие деньги просто мечта, а не отдых. В любом случае, конечно, стоимость может меняться. Все это знают. Звоните, проверяйте, подбирайте отель. Но я думаю, что ничего не поменяется. Уже вот два месяца он выпадает как минимальный клубный отель. И в свою ценовую категорию он просто прекрасен. Если у вас есть какие-то просьбы по поводу осмотров других гостиниц, пожалуйста, пишите. Потому что я просмотрела их очень много сейчас за месяц, как на Анталийском, так и на Эгейском побережье. С какого начинать и какими продолжать мнения принципиально. Если вы собираетесь в отпуск и вам очень нужна свежая информация, пишите. С удовольствием сделаем эфир по вашему запросу. Ну и дальше в следующих эфирах о других отелях. Продолжение следует...